Свободные люди и смелые люди несвободной страны. 22 года назад я в страшном сне не мог подумать, что голосуя за свободную Россию, получу вчера взвод ОМОНа до зубов вооруженного. У меня около дома, у меня в подъезде, у меня около квартиры. Они нас пугают, они делают все, чтобы вы сегодня не пришли. Но вы пришли, потому что мы крутые и нас не запугать. Второе, очевидно, что они боятся как огня, боятся народного протеста, боятся независимых людей, боятся гордых людей. Мы долго, и они долго готовились к сегодняшнему дню. Они 2000 человек посадили в автозак после 6 мая. Вы только вдумайтесь, 2000 человек оказались за решеткой и в автозаке. Это люди, многие из них сейчас здесь, которые просто гуляли по нашему любимому городу. Они сегодня в эти часы мучают наших товарищей. Они мучают Лешу Навального, Илью Яшина. Они мучают Собчак. Они уже всех достали, они боятся как огня. Но мы не должны на их подлость и гнусность отвечать подлостью и гнусностью. Мы должны действовать солидно, ответственно, мирно и спокойно. И вот сегодня на этом грандиозном, многотысячном митинге мы с вами должны принять план наших совместных действий. Это манифест свободной России. Этот манифест уникальный документ. Мы его подписали впервые в истории современной России. Люди абсолютно разных взглядов. Стоит подпись под этим документом Сергея Удальцова, стоит подпись Ильи Яшина, стоит подпись Алексея Навального, стоит подпись Гарри Каспарова, стоит моя подпись и еще десятков наших активистов. Это уникальный документ, под которым подписались все практически представители оппозиции и гражданских активистов. Что мы предлагаем? Мы предлагаем избавить страну от узурпатора, который хочет пожизненно править, который хочет нас грабить. Его понять можно, когда у него часы за 500 тысяч долларов на руках, что равно 5-ти годовым его зарплатам. Он, конечно, боится за все это ответить. И мы предлагаем навеки избавить нашу страну от пожизненного, вороватого президента. Каким образом? Во-первых, это исключительно мирный, исключительно конституционный, исключительно спокойный протест. И он должен быть массовым. Поэтому, наряду с требованиями политической реформы, мы должны обязательно еще и социально-экономические требования добавить. Сейчас, когда падает цена на нефть, у Путина растет цена на бензин. Рост цен на бензин с 1 июля придет к резкому скачку тарифов на коммунальные услуги. Люди будут нищать, их реальные зарплаты будут снижаться. Мы не имеем права этого допустить. Соединение политических требований и социально-экономических требований уже осенью выведут на улицу миллионы наших сограждан. У меня нет никаких сомнений в этом. Дальше мы обязательно должны изменить конституцию. Мы должны запретить одному человеку избираться более двух раз. И не более чем на 4 года он должен избираться. Да, вот этот пахан хочет править вечно. Никогда этого нельзя допускать. Кто за то, чтобы ограничить срок пребывания одного человека во власти? Двумя сроками и не более 4 лет за раз. Кто за? Поднимите руки. Поразительно, демократично, единогласно. Просто удивительно. Дальше. Мы должны усилить роль парламента. У нас, к сожалению, позорящий они парламент. И если бы не два депутата Гудковых и депутат Пономарев, мы бы вообще рыдали, глядя на это убожество. Они трое спасли в каком-то смысле репутацию парламента. Но мы должны потребовать. Во-первых, давайте поздравим, где они, этих Гудков? Вот один Гудков, второй спрятался. Мы должны потребовать, чтобы после народного избрания парламента правительство формировалось не узурпаторами, а формировалось парламентом. С тем, чтобы мнение людей учитывалось, с тем, чтобы можно было решать не только вопросы повышения зарплат чекистам, но и вопросы образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, занятости для молодых людей. Это ключевая тема. Дальше. Мы должны отменить эту подлую, гнусную, вонючую путинскую цензуру. Он врет с утра до вечера о том, что здесь американские шпионы. Он врет с утра до вечера о том, что здесь купленные люди. Поднимите руки. Кто получил деньги от госдепа, чтобы сюда прийти? Ну давайте. Одна рука поднялась. Это наш ист, видимо, был, судя по всему. Я понял. Дорогие друзья, они нас боятся, а мы их нет. Потому что наше дело правое. Победа будет за нами. Слава свободной России. Слава свободным людям. Мы победим. Спасибо. Спасибо.